Субтитры делал DimaTorzok 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 Демократические силы? Демократические силы 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 Вот именно, что мы жили, это история такая, у нее древнейшая история, мы жили всегда вместе. Это народ единый был всегда, абхазский и грузинский народ. А сейчас как-то вот третьим лицом какой-то другой силы, как получилось, это не сейчас начался, это начался где-то в 19 веке, что третья сила какая-то мешает специально разделять и властвовать. У них, у этой нации, у абхазской нации всегда был грузинский язык, грузинские письменные традиции, все вместе, все уголки Грузии и также Абхазия была единая Грузия. Всегда, это веками, второго века это видно, это в истории, если кто глубина знает историю. Но почему-то получилось сейчас по-другому, это царская Россия, потом уже наша, уже сегодняшний день, 70 лет, все это подействовало. И вот привело к тому, что, ну это неясно все, что кто, что за это такая сильная сила, что до этого довело кровополитию. Совершенно верно. Дело в том, что создается такое впечатление, что в наше время, в общем-то, в переломное время, у кого-то есть намерение трансформировать социальные беды в национальные, чтобы в мутной водичке ловить потом рыбу. И в данном случае, к сожалению, почему-то нашлись эмиссары, проводники этой политики и среди абхазского населения, я имею в виду верхушку, верхушку, которая, в общем-то, выступает очень реакционно. Это было в выступках его, я думаю, что весь мир знает, союз знает эти фамилии, такие как Озган, первый секретарь Будаутского обкома партии, затем председатель союза писателей Александр Гугуа. То есть, я вас перебью, это пошло сверху? Это пошло сверху, то есть, вне сомнения. И в этом были замешаны партийные лидеры? Да, партийные лидеры возглавляли, к сожалению, все это движение против грузинского населения. И это спровоцировали, как будто грузинская нация дискредитирует абхазскому населению. Но если в практике посмотреть, это наоборот все. Потому что, я хочу все-таки сказать, только один пример, не один пример, это пример такой, что грузины были такие, очень много примеров, что меняют свои национальности на Абхазии, Абхазии, потому что, чтобы добиться какое-то положение в обществе. А кто из них дискредитировал? И даже по переписи населения, где-то, вот даже с измененными национальностями грузин, Абхазы, там составляет где-то около 17% населения абхазское в автономной республике, остальные грузины, там русские, другие национальности. И составляя 17%, значит, они имеют свои школы, университет, несколько газет, телевидение на абхазском языке. Союз писателей, союз художников, союз композиторов. Вы знаете, я сам лично из Абхазии. И, вы знаете, самая, наверное, болезненная точка у нас заключается в следующем. Дело в том, что русскоязычное, ну так уж термин пошел, такой, что русскоязычное население Абхазии очень боится, что в условиях суверенной Грузии будут ущемляться их права. А эти функционеры и эмиссары политики, разделяя власту, и поддерживают постоянно, и подогревают в них этот страх, эту настороженность, и тем самым, как его, привлекая такой политикой на свою сторону, что крайне недопустимо. Потому что грузинская нация практически получается в Абхазии, они стремятся к тому, чтобы грузинская нация была в изоляции. А кому это в конце концов нужно? Вы знаете, такой, в общем-то, факт я могу назвать, это, наверное, я, конечно, могу ошибиться, но, в общем-то, это мое личное такое мнение. Вы знаете, в трагических событиях 15-16 числа в Грузии присутствовал такой компонент, как зеленое знамя. Вот. И вы знаете, некоторые пытаются спекулировать и на этом, и на этом, и, как его, использовать религию, политизировать религию, и играть на религиозных чувствах Абхазов, которые, в общем-то, большая часть, я думаю, что большая часть все-таки, как его, является, как его, мусульманами. Мусульманами и на этом пытаются играть. А вообще, вообще, это выгодно. Единственное, что можно, это выгодно системе. Для того, чтобы старая система не разрушилась, единственный для нее оплот, создать основу для межнациональной розы, выдуманную основу, и на этой основе делать свои грязные дела. То есть, это старый испытанный опыт разобщать народы. Да, только так. Ведь коренное население абхазское, они христиане тоже. Только вот эти переселенцы, когда уже потом объединилось, когда вот произошло вот это вот переселение, вот тогда вот пришло мусульманское население. И просто их сопоставляют, сталкивают, как будто по вере, по вере, но это неправильно. Скажите, вот сейчас появилась проблема турков-месхетинцев. Я сам с Узбекистана, и, в общем, знаком с этой проблемой, занимался ее. Как вы считаете, в чем решение проблемы турков-месхетинцев? Понимаете, как вот вчера вы были и слышали, прозвучало такое обращение к Грузинскому народному фронту способствовать возвращению исторических места и прочих советских турков. Ну, во-первых, употребление советских турков уже не входит ни в какие рамки всего того. Советских турков нет. Это группа, которая создана искусственно, фактически. И среди вот этого вот турецкого населения, то есть турков-месхетинцев, как вот называют, советских турков, так называемых, грузинская, вот именно, которые вот с Грузией, с грузинскими фамилиями, которые сохранили грузинское вот и все. 300 семей оказалось там, или 400 семей, сколько-то вот так вот. Точно я не могу вам эту цифру назвать. Которые пишутся грузинами и против возвращения, которых никто не имеет в ходе. А ведь в разговоре вот с этими самыми турками-месхетинцами, они сами отрицают свое грузинское происхождение, и они против возвращения. Именно в Грузинскую республику, понимаете? Они требуют вас, но те земли, которые им принадлежали, частично принадлежат Азербайджану, временно принадлежали. Потому что они же тоже были переселены. В конце 19 века переселения они из Турции. Вот эти именно турки. Их земля, исторически, это турецкая земля. Турецкая. Понимаете? Поэтому вот они называются советские турки. Скажите, ну а вот в разговоре с ними, они мне в один голос заявляли, чтобы их отправили на родину в Месхетию. Понимаете, а их родина не Месхетия? Извините, пожалуйста. Вот Месхетия, если родина сказать, это не их родина. Потому что их в конце 19 века переселили в Месхетию, в Турции. Это была политика и Турции, и в царской расе. Их поменяли. Поменяли. Вот грузины переселили чисто, Месхетинцы переселили туда, а их переселили сюда. А потом опять, это уже советская политика, что их не мешать, не были рядом. Ну, чтобы не смешивались, например, мусульмане, как будто это они, если мусульмане, они уже грузинами как будто не считались, и они мешают советскую политику, их уже переселили в 44-м году, переселили уже к вам. А они, если родина сказать, они сейчас требуют так, ставьте нам автономию. Вот там, Месхетия, Джавахетия, дайте автономию турецкую. Мы турки, если они так говорят, они грузинскую. Понимаете, они требуют турецкую автономию. А сначала наше правительство и наша интеллигенция не было против их принимать. Да, даже принимались меры. Да, даже создавалась специальная комиссия по возвращению их. Ну, а потом, когда вот в разговоре с ними, они себя считают не грузинами, а турками. Ну, это не месхами даже, а турками. Понимаете, еще автономию требуют. Вы представляете, если Грузия еще, Грузии создать, еще сколько-то автономию. А азербайджанцы требуют автономию, например, Билла такой попытка тоже. А сколько тогда разделяет эта маленькая Грузия автономиями. Практически получается, что в Грузии для грузин не остается места, если всем народам, которые живут в Грузии, и их более 80 национальностей давать автономию. Вот из-за этого против. А в этих местах сейчас живут армянине и азербайджанцы. Вы представляете, их вернуть и с ними потом сопоставлять. Ну, как, куда их вернуть? Их выгнать из Ахальтихи и турков принимать. Значит, мнение о народных движениях Грузии, что их не надо возвращать на родину. Если кратко сформулировать, если кратко сформулировать, святой долг всех народов помогать другим народам обрести свою родину. Непременно. Но, в том случае, если представители так называемых турков-мисхатинцев, именно я подчеркиваю, так называемых, потому что турок-мисхатинец это такой, либо ты турок, либо ты мисхатинец, межгрузин. Так вот, если они считают себя турками, если они считают себя наследниками турецкой культуры, и никто, в общем-то, и не мешает считать себя именно таковыми, тогда святой долг, скажем, всех нас помочь вернуть их на родину. То есть, средствами, нужно ли там медикаментами, всем снабдить для того, чтобы вернуть их на свою историческую территорию, которая является Турцией. Потому что там, если они хотят родину, поистину родину, а не просто территорию и автономию, надо долг их вернуть именно туда. Потому что, вы знаете, тут уже говорили, что если каждому предоставить автономию, а затем увидите, например, и Абхазии, что каждая автономия хочет выйти, а в Грузии скоро не останется действительно ничего. Мы уже и так многое утратили. Грузия, которая имела столько... Красную книгу надо будет нас заносить. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Всего доброго. Это гаста тоже была у меня? Так, кто поднимите руку по этой купете? Кто в купет ходил? Так, раз ходил. Два. Три. Больше в театр ходили? Где они ходили? Пошли. Какое начало? Мы на этом, на антракте. На антракте? А кто сейчас ходил? Без антракта сейчас? Сейчас я не ходил. Так, построились, пожалуйста. Построились. Вставайте, вставайте. Вставайте, вставайте. Вставайте. Как стояли? Как стояли? Вставайте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но до начала этой блокировки, в течение почти всего периода после землопересения, ни один груз по отмене, проходящий через Азербайджан, не проходил в целости и сохранности. Все грузы Красного Креста, все домики, вот эти финские, так далее, так далее, посылаемые за убежными организациями, все грузы, проходящие через эту территорию, они проходили в страшном состоянии. При желании их можно все измотировать, получить в Министерстве Путри Священника, в частности, у Министра Конорева. Это совершенно однозначный счет. Это то есть вопрос не к забастовке. Кроме этого, забастовка у Азербайджана не кончилась. Она кончилась уже, завершена, порядка 10 дней. Но блокировка продолжается. Ни один магон до сегодняшнего дня на территории Армении через эту железную дорогу не вошел. Кроме этого, Нагорный Карабах находится полтора года в блокаде. Между Нагорным, Карабахом и Арменией перешей 4-5 километров. Так вот, через эту дорогу за полтора года не перевезено почти грузов. Две-три колонны прошли при активном очень большом войсном сопровождении. Все машины пришли, исключительно все разбиты и очень выбранные. То есть происходит настоящая блокада. Решение своих политических целей такими методами. Все сериалы у нас в Азербайджанской СССР настолько это серьезно, что она приняла решение. Потребовность проведения внеочередного съезда народной депутатуры СССР в связи с дворогатой республики. В связи с тем, что все работы на сегодняшний зоне землетрясения приостановлены. Сотни тысяч людей сейчас без крови. Впереди зима. Работаете не ведутся из-за того, что железная дорога перекрыта. Это слишком серьезно. И мы не можем не выразить свое отношение к происходящим событиям. Я уже не говорю о карабашке. Потому что у нас единственный способ выхода на внешний мир, это самолет Як-40 в армии. Сейчас предприятия у нас останавливаются все. Буквально, ну некогда, может быть, через неделю, но в основной счете остановился из-за того, что нет сериалов материалов и так далее, и так далее. Все дороги перекрыты. По приличным международным документам и международным отношениям и практикам акт блокады осценивается как акт военный и адреса. И именно так мы можем осценивать эти действия. Именно поэтому мы будем решение о создании общего съезда. Спасибо. Так, вопросы. Доварищи, я хочу, я хочу, прошу вас, воздержаться от вопросов и дальнейших выступлений. Заинтересованные стороны, компетентные люди в этих вопросах уже выступили. По-моему, теперь на самое время проголосовать. Я хочу, пошел, пошел, пошел. Меня в этой ситуации чрезвычайно волнует то, что мы выпускаем шанс продуктивного диалога между Арменией и Азербайджаном. Сейчас любая акция, наше неосторожное действие может опять оттолкнуть народные фронты, которые сейчас ищут разные способы диалога. И в форме диалога одна из возможностей нынешней нашей конференции. Одностороннее решение, да, если оно будет правильным, я во многом согласен с аргументами автора проекта, может насторожить или оттолкнуть народные движения Азербайджана и пострадает на этом. Нет, не мы, не Казахстан, не Россия, а пострадает отношение к тот самый, на тонкие ниточки налаживающейся диалога, который, к сожалению, не произошел в эти дни, на наших глазах. Спасибо. Мы не можем быть беспринятными. Это кто сам? И, кстати, один из лидеров Народного фронта по телевидению у нас есть, прямо говорит, что мы призываем к блокаде, и мы будем держать эту блокаду до тех пор, пока не будет снят вообще вопрос Нагорного Карабаха. Я сам смотрю. Я хочу сказать относительно встречи и вот этого диалога. Дело в том, что, во всяком случае, на этой конференции ожидалась эта встреча, и то, что она не состоялась, это вина азербайджанской стороны. От армянской стороны приехало 10 делегатов, и эта делегация очень представительная. И с нашей стороны было сделано все для того, чтобы здесь присутствовала азербайджанская делегация. Так же, как и в Азербайджане, в Армении проходила сессия Верховного Совета. Я не думаю, что это уважительная причина для того, чтобы не приехать на данную конференцию, потому что, в конце концов, не все заседают по Верховному Совету. Во всяком случае, армянская сторона приехала в составе 10 человек, и эта делегация очень представительная. И я, кроме того, знаю, что это уже третий раз вот такая договоренность нарушается, и нарушается не армянской стороной. Поэтому я думаю, что нам нужно принять эту резолюцию, вот, с той поправкой, которую предложил Константинов. И, кроме того, если армянская сторона согласна, если именно они согласны, потому что это не по их вине, встреча не состоялась, продолжить диалог о встрече, который был сейчас предложен азербайджанской стороной, продолжить этот диалог, если согласна армянская сторона. У меня предложение прекратить премию по этому вопросу. У нас осталось 20 минут. У вас дома еще после голосования? Нет, сразу. Пожалуйста, я даю одну минуту последнего, Николай, чтобы больше никому. У меня поправку к этой резолюции. Так, поправку к этой резолюции. Надо указать, что есть не две стороны, армянская и азербайджанская, а есть азербайджанский народ и аппарат. И что это работа. Нам обязательно надо не бадрить азербайджанского народа, который я... Там бадрить азербайджанского народа ничего нет. Об этом говорилось уже 10 раз. Я прекращаю премию, там нет и азербайджанского народа. Я предлагаю вы к нашей конференции обратиться к народу фронта Азербайджанской и Армении. Фактически это предложение. Все понятно, это не обходится и за ней. Все, 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 все. Будет сделано. Все, пожалуйста, теперь. Так, затейте мне. По правде, что я обладил, стоит звучать так. Мы рассуждаем проводимую азербайджанскую сср руководку железных дорог, обеспечивающих постановительные работы в том, что мы с ним с веселем Армении, как аморальный способ достижения политических целей. Я проводил их. Я проводил их. Я начинал сейчас с... Имеи дальше. Мы рассуждаем проводимую азербайджанской ССР азербайджанской сср руководки железных дорог, обеспечивающие постановительные работы в зоне землиных посетей в Армении, как аморальный способ достижения политических целей. Все, кто знает, что это говорит, то есть сразу поднять ландарты. Не, ну, опять вот так звучит. Кем проводится вот эта акция? Надо указать. Считаем. Считаем. А кто это делает? Может, это аппарат? Например, в Кануэзербайджанской ССР. Не скажем, что это аппарат сделает. Азербайджанский ССР. На территории выходишь. Где живет народ? Где живет народ? Аппарат. Не аппарат, что есть. Так. За эту резолюцию прошло. Ставала 25 делегаций. Кто против этой резолюции, прошу поднимать бандарты. Слушай, бандарты. Поднимаем антарты. Нет, нет, бандарты. Я не знаю. Всем антартов против. Кто не держался? Не вернулся. Ла. Значит, большим словом, на ландшот резолюция принимается. Мы просим руководства страны в ходе восстановительных работ в зоне землетрясения в Армении, учитывая факторы из выточной сельсовой зоны землетрясения из соседних районов, а также наличие большого количества беженцев из эрбарданских ССР и воздержаться от чрезмерного привлечения рабочей силы из других регионов страны. Возвращение следует за короткое время, по имеющимся нашим данным, получено 26 труб повязаний. И ввести, вот как вчера рассказал, медицинские заключения повиселся, заселился и так далее подобное. А предприятие обнодушивается следить насилия. Это по многим конкретным случаям. В Прибалтике. В Прибалтике, Соколова, Соколова, Соколова. Вопрос стоит о том, какой формулировке. Высказывается за то, чтобы голосовать этот пункт в общей формулировке на национальной почте. Значит, зачитайте в этом формулировке. Потребуют верховные власти со сверхверховной командой вооруженных сил с немедленно организовать комиссию с включением общественных представителей по изучению случаев террора молодежи в армии на международной почте. Это не причин, а не молодежь. Военнослужащих. Так, заменяем молодежь на военнослужащих. Что там? А, прочитать ты можешь прочитать? Нет, понимаете, в честь архива, в честь архивистические убить по признаку довольно сложно. Это не нужно получить. Это на месте авторальный почте. А, да и там, кому подставить? Написано верховную совету. А он платит. Нет, кого уберет? Там, где несущие, другую дайвину. Верховный совет. Служащих. 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 Убить насилие. Убить. Убить. В случае убийств и насилия армии на международной области. Да. В случае сам создавали только лицо полvisного совета ответит он лицо Брата? Получше эспирируванная междунациональными рознями на веранное. Хорошо. Прим содержащих на 一个. Один. Кто удержался? Один. Трагические события, которые мы квалифицируем как чиновенную провокацию, направленную на раскол народов, живущих в Средней Азии и Казахстане. В результате действий государственного импортивного аппарата в Украине и Казахстане имеются многочисленные жертвы. Кульминация пергамских событий явился расстрел войсками Мирного Министерства, который состоялся 8 июня, в результате которого было убито и ранено более сотни мирных жителей и участников убийства. Считаем необходимым экстренное создание специальной депутатской комиссии для расследования трагических событий в Казахстане, цели объявления и наказания истерных руководников, а также для того, чтобы вызвать ответов команды воинств МВД, отдавших приказ о расстреле Мирного Министерства. Продолжение следует... 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 Не буду ходить в данные истории, но все-таки надо напомнить, что 2600 лет назад, когда проходил великий шелковый путь через Самарканд, Самарканд был колумбелью общечеловеческого диалога. И сейчас Самарканд, по-моему, в нашем союзе редко можно найти такого города исторического значения, как Самарканд. Не так ли? И поэтому, я думаю, что Самарканду надо дать самостоятельный, как говорят, неприкосновенный статус. Статус независимости? Да, статус независимости надо дать Самарканду. И после этого я предлагаю нейтральную зону именно так, как колумбель общечеловеческого диалога является Самарканд, то именно нейтральную зону, где рассмотрение вопросов армянской национальности, я говорю, а я в первом зональности, где рассмотрим Самарканд. Потому что Самарканд искренно город, чисто национальной чистоты, логичной гуманности. Приглажаю нам Самарканду. Там будут как жуткие УСБ, как есть. Так, товарищи, предложение было оглашено Самарканд, то я думаю, что выбирать место, все-таки это дело делегации. Я признал вам проголосовать. Принцип, что инференция вызывает монхронические движения Армяния, Армении и Карабаха, где одиннадцатый ФССР селит на стол переговоров для поисков и правительств. Всё. Давайте подпишем. Это нам нужно кончать. Вот эта резолюция, она безликая, понимаете? Ну что, значит, давайте сейчас поговорим. Надо там принцип какой-то свой изложить. Вот там... Не надо нам... Ревчонки с曾езем. Какой-то пять минут? У Вас все на пять минут? А оно, да, да, да. 27. Кто против? Кто вынуждался? Припятивы вынуждавшиеся, обращения вынимаются. Добавление с участием других демократических движений. Так, сначала проголосовать. Так, сами не мешают, с участием будут изучать. Давайте не было обязанности в своем бою. Предлагаем по физическому. Как сами разбирались, а как мы сами разбираем. Так, есть еще предлагаемые проекты резолюции. Но у нас спросят идти в кинозал и посмотреть на следующие предлагаемые дни. А у нас еще есть несколько дел. Просил, спросили слова представителя Афгарской ОСИЦЕР. Пожалуйста. Создается такое впечатление, что мы не в демократии собрались, а обычное сборище в колонном зале Дома Союза. Собрали здесь и в захоронении. Абхазии на глазах у всех. Почему не затронули Абхазский вопрос? Да, где мы были. Мы здесь были. Заявил наш парень, заявил о том, что по Абхазскому делу должен заниматься нейтральная сторона. Почему не обратили на это внимание? Почему так это, бреющим полетом все это проходит? Давайте выступать. Я выступаю. Я хочу, чтобы в резолюцию это занесли. Я приношу извинения. Здесь очень сложная и драматическая ситуация в Абхазии. И вы должны были знать. Я прошу внести в резолюцию о том, что вот... Неужели, ну что, хорошо? Грибы собираем, что ли? Можно немножко их пошуметь? Вот такое сложное ситуация. Я прошу серьезно отнестись к этому вопросу. Подготовить тексты. Когда? Вот прямо сейчас. Абхазский, абхазский, абхазский. Пусть он скажет простыми словами. В Абхазии продолжаются репрессии. Репрессии тех людей, которые спасали свою родину. И спасали вас всех здесь. А их продолжают сажать в тюрьму. Этим занимается Ангелийская прокуратура. Это нарушение всех правил. Всех правил. И в конце концов это может не обязательно заняться, допустим, Москве. Любая из республик может заняться. И вы можете этим заняться. Конкретно что? Конкретно. Вот я и предложил. Ну за что голосовать? Ну да, что и проблемные. Вот, голосовать за то, чтобы несли этот вот, вот это требование. Посмотрение, да? Да. Конечно, конечно. Это сработки не закрыли. Да. Помоги им предложение. Ну что, не помню? Да у меня. Я не помню. Пожалуйста, еще один. Я не знаю положение там. Я не знаю. Я себе знал. Получить следствие по делу о правоохранительной Абхазии в августе сего года не заинтересован в стране. Потому что в данном случае карается только одна страна Абхазская, а другая и карается. Вот, например, только что я дружил с человеком, который был свидетельством того, как был на аэропорту расстрелян дежурный по аэропорту. И человек, который был свидетельством, он даже не сидит в тюрьме. А с другой стороны, бюджетская прокуратурс арестовала только быстрее власть. И знак хорошего, что предметного объявили городу 24-го года. Так, пожалуйста, все люди, которые не имеют. Друзья, я вчера после выступления абхазского товарища, земляка, можно так сказать, говорила о том, что, и повторяю еще, кто не слушал меня вчера, в течение многих веков абхазский и грузинский народ жили в республике Грузии, это было и при царе, и при присоединении с Россией, и во время демократической республики Грузии, которая была потом по разным причинам, но не будем эти вопросы затрагивать. Я предложила, что тот вопрос, который предполагает абхазцы, нельзя поддержать в таком плане. Традиции грузинского народа и абхазского народа настолько своеобразны, что третье лицо не может решить эти проблемы. Они должны решиться диалогом между абхазским и грузинским народом. И добавляю, повторяю, скажу мне свои слова, что я думаю, что мудрость грузинского народа и абхазского народа, и человека любви, дала им возможность наредить друг с тобой диалоги общей языки. Но это не смешательство третьего лица. Либо вмешательство третьего лица привело к тем событиям, к развитиям, к равным событиям. Почему-то абхазцы, представители абхазского форума или форума, или там, я не знаю, как вам их представляют на сегодняшний день, не сказали, что в развитии этих событий 15 июля были виновны, начинатели этого момента не грузины, а именно в абхазце, когда 16-17-летние молодые парни и девочки пошли поступать в институт, сдавать экзамены, и их обстреляли, камнями, понимаете? И я только еще одно слово скажу. Я прекращу, я вынимала ваш жизнь, я прекращу, я здесь не для этого, не с этой целью выступать, защищать грузинские науки, ограничиваться, но говорить о том, что приезжает абхазский народ, где население абхазского народа в республике представляет всего 17%, при этом не мы строим школы на абхазском языке, университет на абхазском языке, несколько мешков не использованы на абхазском языке, и он там, который возглавляя абхазское движение на абхазском языке не говорит ни слова. А как он же может быть? А что может быть? Стретья дискуссия уже идет бездорожная. Секунду, 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 секунду. Я принадлежу извинения. Прошлый год тбилистские газеты обвинили абхазское правительство в том, что они проводники русификации в Абхазии. Этим занимались социологи, юристы, они подняли все эти документы, и оказалось, за 10 лет, за 10 лет, русские были прописаны 200 человек, а грузинов 27 тысяч. Идет постоянно давление на абхазию. Я не могу говорить даже, насколько кошмар там делается. Вы должны серьезно подойти к этому делу. В конце концов, можно сделать какую-нибудь... Как это называется? А что можно делать? Толхый договор? Ну, не о комиссии, но... Сделать какую-нибудь конференцию в Абхазии. Самим заняться этим делом. Поехать по грузинским селам, по абхазским, по русским. Поехать по грузинским селам, по абхази. И в Ленинграде 24-го, 16-го числа, будет встреча. Что мы сегодня можем сказать, вот, когда нас спрашивает пресса об итогах конференции? Я думаю, что мы вполне обоснованно можем сказать, что эта конференция наша прошла успешно. И о составу участников. Значит, последняя итоговая цифра, такие, 81 делегация, 45 городов и 183 участника, 125 человек аккредитованной прессы. Я думаю, к успеху конференции надо относить и тот факт, что на этой конференции выступили народные чпутаты СССР Афанасьев и Стравой Тула. И выступили с предложением поддержки их группы и взаимной взаимодействия. По-моему, это чрезвычайно важный момент. Но чрезвычайно важно и то, самое важное все-таки и то, что нам удалось, несмотря на достаточно большие разногласия по многим вопросам, принять большое количество резолюций. Мы приняли резолюцию по политическим вопросам. Чрезвычайно важно, что мы пришли практически единодушно к решению, к намерению о создании Межрегиональной Ассоциации и демократических организаций, обозначили срок этого съезда и даже создали, так сказать, костякового комитета, первую группу, и о создании Я-прессы. И самое важное то, что была принята общая резолюция по национальному вопросу и целая серия дополнительных экзолюций по региональным вопросам. Вот, в общем, итоги нашей конференции. Она привела, наверное, к желаемому результату, может быть, не полностью все удовлетворены, но она привела к определенной консолидации наших сил, к выработке в части вопросов единых позиций и к тому, что мы действительно вышли на новый этап географического движения, поскольку приняли решение выразить намерение о создании МАДО. Сегодня в беседе с одним из корреспондентов мне был задан вопрос, что это за лозунг у вас висит, за вашу и нашу свободу. Что это за лозунг, что у вас нет свобод, у нас, что нет свобод, и почему у нас, я говорю, да, вот 72 года мы жили в государстве тоталитарного режима, и свобод не было. Ну вот, пошел пятый год, перестойте, сказал мне корреспондент, и свобода, значит, как бы есть. Я думаю, что мы и правовое государство возмустроим. Я думаю, что мы еще далеки очень от этой цели. Мы далеки от того, чтобы наше государство стало, и люди в нем стали действительно свободными. Россия всегда привлекал юг, как район, богатый стратегическим именным сырьем. Но, в частности, это и шелок, и золото, и хлопок. И, наконец, с середины 19-го века постепенно удалось взять протекторат над некоторыми районами, затем ввести войска. Образовалось Туркестанское генерал-инфернаторство, и далее Химинское ханство, и Бухарнский мират попали также под протекторат Николая Второго, то есть Российской Ипиди. Далее началась невидоизвестная всем Великая Октябрьская революция, которая была чистым экспортом в Среднюю Азию. Говорить о революции в Средней Азии не приходится. Это тот и самый вариант, как сегодня Афганистан. Здесь двух мнений, мне кажется, быть не может. Мы развиком работаем в классе каком-то подпольном движении, каком, который способен пруду поймать массы, осознать, что происходит. Этого, конечно же, быть не могло. Ну, а далее отняли наш алголит, дважды его изменяют. И одним словом оторвали нас от собственной нашей культуры, от нашей традиции. А после этого создавались различные мариниточные правительства, которые в году Москве выполняли все, что было необходимо для уже советской неополонимальной империи. Далее, когда начались процессы демократизации, ну, явно не говорю о распулачивании, все эти процессы коснулись в равной степени и Средней Азии, и всех среднодетских и Казахстана. Были и тот же геноцид по отношению к различным народам, геноцид, к интеллигенции. Вот. И когда, наконец, начались процессы демократизации, и появились какие-то новые ростки, которые могли бы в общем разбить-то во что-то существенное, произошла в том числе. Вот. Трагистический орган. Фильм о ферганских событиях снимался группой из Литовской студии документальных фильмов и режиссеров Лайна Пангагите. Наверное, Литовцы знают. Мы снимали вместе на видео, и для Ульбекской студии снимался фильм на кинопленке. Кстати говоря, фильмы «Национальная проблема» начать был мною еще в январе месяце этого года. Последние мои съемки были в Киргане. После кирганских съемок. Материал, киноматериал был изъят, и я сравнилась картинка от человека, который снимал не то, что надо. И последняя часть – это события в Какамбле. Вот тот самый расстрел и последствия для того, чтобы там произошло. Я думаю, фильм идет около двух с половиной часов. Сможет ли наша аудитория выдержать это? А может быть, есть смысл сократить нам пока вот фрагменты? Основные части. Наиболее интересные, ребята, комментируют. А я так понимаю, что если появятся встали ревники, что давайте в расходе, то не протягивать. Есть все. Это все. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.